Мэрион Уиллер принимала сильные мнестики почти каждый день своей жизни. У воинов самосознания мобильной оперативной группы Омега-0 Ара Орун никогда не возникало сомнений в том, что в случае своей смерти она поднялась бы в ноосферу. Она стала бы инфоморфной сущностью Бадера Рамджина, или духовным фантомом, наделенным волей типа 6, или призраком, или, как бы она ни хотела описать, своё новое «Я». Затем она присоединилась бы к небожителям и продолжила борьбу отдела антимеметики с более высокой позицией. Вероятно, с пугающей эффективностью. Но Уиллер умерла при ужасных обстоятельствах. Мнестик класса Z, что убил её, не только укрепил её память. Он разрушил её способность делать ещё что-либо, кроме как помнить. Она поднялась, прибыв в ноосферу на торжественное приветствие. Но то, что прибыло, было идеоформой, с настолько искорёженной психикой, что едва могло общаться. После того, как её устроили с максимальным комфортом и был поставлен первоначальный диагноз, Санчес походя ляпнул, что она, как швейцарские часы, залитые клеем. Уллерих кричала на него за эти слова и ударила бы его за его чёрствость. «Как она могла попасть на небеса больной? Разве это не ад?» Извинение директора было насквозь официозным и фальшивым, как и всегда, когда он за что-либо извинялся. «Через что она ещё должна пройти?» – говорила Уллерих. «Кто заслуживает такой жизни?» Это задело всех. Независимо от того, как близко принимаешь работу к сердцу, сложно не беспокоиться о ком-то, за кем наблюдал и кого охранял годами. Они продолжали заботиться о ней так же, как всегда, по очереди. Уллер, смутно осознавая своё состояние, инстинктивно и яростно боролась с этой проблемой, как и прежде с любой другой. Она постепенно становилась более связной, но никогда больше не становилась собой. Уллерих в свою вахту видела, что Уиллер проводила большую часть своего существования, переживая свои последние моменты жизни, снова и снова. Она пересказывала, как казалось, половину разговора с самим SCP-3125. Разговор, который, по словам нескольких из Омега-0, они узнали из операции «Холодный город». «Идею можно убить». «Мэрион, где Барт Хьюз? Он единственный, кто может остановить это. Мы знаем, что он жив, иначе он был бы здесь с нами. Просто намекни, просто подскажи. Пожалуйста». Она пыталась. Уллерих знала, что она пытается сказать. «Я не знаю. Я не могу вспомнить то, чего я никогда не знала». Но все, что она могла сказать, было… «Идеями получше». «Продолжай тормошить ее», – сказал Санчес Уллерих во время ее доклада. «По крайней мере, раз в смену». «Допрос вызывает у нее серьезные страдания. Мы знаем, что она ничего не знает. Жестоко продолжать пытаться, сэр». SCP-3125 приближается. «После устранения сил отдела антимеметики в грешном пространстве не осталось ничего, что могло бы это остановить. Наши возможности в реальном мире ничтожны. Сестра Хьюза ничего не знает. А других зацепок, кроме этой, у нас нет. Я знаю, что вы восхищаетесь Уллер больше, чем кто-либо». «Она наставляла меня. Она заставила меня стать лучшим человеком, чем я когда-либо была. Она почтила мою память, когда я умерла. Даже моя собственная семья этого не сделала». «Уллерих!» «Мы святые заступники. Я защищу ее». Санчес сделал паузу. Преданность Уллерих Уиллер и меньшая преданность других слегка раздражала его. Он считал, что Уиллер, несмотря на все свои навыки, все же не справилась с задачей. Как не справились и все остальные в отделе. Только ей принадлежала сомнительная честь быть последней среди тех, кто не справился. Но он был уязвим к тем словам, что только что произнесла Уллерих. Они зажгли в нем огонь. Видит Бог, он и сам нередко пользовался в речах, тем же приемом добиваясь того же самого. «Хорошо. Прочесывание реальности продолжается. Есть небольшой шанс, что мы найдем что-то существенное. Несите службу, как и раньше. Никаких вопросов». SCP-3125 воплотилась следующей зимой. Первым действием после воплощения, или в зависимости от степени интеллектуальных способностей, которые вы приписываете этому, первым побочным эффектом воплощения была нейтрализация фонда. В одночасье международный персонал из десятков тысяч человек погрузился в забвение. Был поражен амнезией или упал, где стоял от мгновенной смерти мозга. Зоны фонда опустили, стали недоступными мертвыми территориями. Несколько аномалий в хаосе нарушили условия содержания, что привело к разрушительным последствиям. Под антимеметическим давлением SCP-3125 тысячи других захлебнулись до состояния тусклой несущественности. SCP-3125 ранее сталкивалась с Омега-0, но всегда было непонятно, сколько информации об Омега-0 оно собрало между стычками. На самом деле, честно говоря, было неясно, как вообще думала SCP-3125. Его поведение было непоследовательным, непредсказуемым и пугающим. Записи о его деятельности были опасными для восприятия, и тщательно анализировать их было чревато. В конце концов, вопрос оказался чисто теоретическим. Когда появилась SCP-3125, знало ли оно о существовании Омега-0 или нет, оно не предприняло никаких особых действий против них и не нуждалось в этом. Большинство опор членов Омега-0 были фондовцами или работали с фондом. После того, как разумы этих людей были уничтожены первым ударом, плотная паутина взаимной памяти, которая удерживала оперативную группу с момента ее формирования, разорвалась. Более половины оперативной группы исчезли в бездне и погибли. Последней, настоящей смертью, которой они избегали годами. На рассвете по восточному стандартному времени Санчес объявил, что Омега-0 больше не может оставаться вместе, как единое целое. Он разделил остатки оперативной группы на три части. Уллерих и бесформенная память Уиллер были отнесены к одной и той же подгруппе. Санчес дал последние указания продолжать поиски Барта Хьюза или любого другого союзника среди живых. Будь то фонд, СО или гражданский. Но инструкции были запутанными и неполными. Это потому, что у Санчеса не было ни капли веры в то, что он говорил. Он не видел пути решения этой проблемы. Теперь это было едва ли больше, чем выживание. Речь шла о том, чтобы выяснить, на каких условиях предстоит встретить смерть. Уллерих больше никогда его не видела. Она бежала вместе с Уиллер и другими из их маленькой подгруппы сквозь всю ноосферу, которая быстро становилась непригодной для обитания. Мир деформировался вокруг присутствия SCP-3125 в центре человеческой мысли, как пространство вокруг черной дыры. Оно строило вещи, настоящие физические артефакты в центрах городов. Оно выдавливало их словно из спор. Монументальные бетонные сооружения, к которым в огромных количествах сгонялись люди. Было трудно узнать, что происходило внутри сооружений. Многие из миллионов умирали, другие – нет. Уллерих не смотрела. Они на своем горьком опыте узнали, что присматриваться опасно. Подгруппа постепенно теряла свои опоры. Это могло быть систематической чисткой, но также просто это могло быть простым совпадением. Подвижные физические и психические аномалии, огромные сами по себе и подчиненные SCP-3125, прочесывали землю, очищали ее от противников и скармливали в пасть SCP-3125. Опора Уллерих, женщина, которая никогда не знала, что такое фонд, но почти каждый день вспоминала Уллерих с тяжелым сердцем, была убита примерно в это время. Найдена в горах, где она пряталась, и была утянута в ад. Уллерих не видела. Она не знала, пока не стало слишком поздно. Она почувствовала, как нить памяти оборвалась и панически последовала по ней. Прошла через ее колеблющийся конец и материализовалась в физической реальности, где ничего не было. Поваленная палатка, догоревшее кострище, где все важное было сложено и сожжено. — Кем она была? — спросил ее один из оперативников Омега-0. Уллерих никогда об этом не говорила. — Я была знакома с ней лишь два дня, когда я была моложе. Она просто спасла мою жизнь. — Вот и все, — поняла она. Она была сотрудником фонда. Опытным оперативником МОК ради всего святого. Она прошла через невообразимые кошмары. Она сложила их в опыт и продолжала жить. Но это... Палатка Джулии и тишина, а не Джулия. Было худшим, что она когда-либо видела. Не имея надежды и ресурсов, подгруппе пришлось снова разделиться. На этот раз на пары. Уллерих осталась с Уиллер, цепляясь за нее, как за камень. Вспоминая ее и будучи запомненной в свою очередь. Сотрудничающая пара может выжить без привязки некоторое время. Но... Не вечность. Они нашли убежище на дальнем краю ноосферы. В кладке тайных структур, оставленных там тысячелетиями назад, давно умершей человеческой культурой. За ними следили, хотя они и не осознавали. Однажды ночью Уиллер удалось поговорить. Она сказала... Адам... Это было первое, что ей удалось сказать, что не было прямой цитаты из ее собственной остаточной памяти. Уллерих была шокирована этим. Ты помнишь его? Предложение звучало мучительно медленно, как будто каждый слог взбирался на гору. Я все умню. Уллерих была поражена. Она знала, что мнестик класса Z лишал того, кто его принимал возможности забывать. Она также знала, что они могут привести к тому, что давно стертые воспоминания восстановятся. По крайней мере, некоторые из них. В зависимости от метода и интенсивности процесса стирания. Она надеялась, что воспоминания Уиллер о ее муже навсегда исчезли, потому что она знала, что они закончились в ужасном месте. Я не знаю, где Адам сейчас. Ей пришлось это сказать Уиллер. Это было правдой. Никто не знал. Оперативники Омега-0 с некоторой торжественностью наблюдали за стиранием разума Адама Уиллера. Но, из уважения к решению Мэрион и для сохранения безопасности Адама, они намеренно не наблюдали за его транспортировкой, лишив себя информации. Он может быть жив. Я не знаю. Она не знала, какая альтернатива была хуже. Она что-то держала в руках. Жалкую светящуюся идеоформу. Мысль о ком-то. Это был он. Нить памяти, которая вела прямо к нему. Должно быть, это было какое-то чудо, что Уиллер выбрала его из серой бесчувственной массы жертв, которые теперь составляли ядро SCP-3125. Он был почти неузнаваем. Он был захвачен SCP-3125. На первый взгляд, казалось, что оно занимает все нервы в его теле. Но в глубине его сознания было мерцающее семя. Последний остаток того, кем он когда-то был. Оно не росло. Было слишком много давления. Но оно пыталось. Он сопротивлялся. Уллерих уставилась на Уиллер. Она знала, что в том, как устроен разум Адама Уиллера, было что-то странное и крайне редкое. Своего рода мощное сопротивление внешнему вмешательству. На самом деле она знала, что тысячи и тысячи людей в мире наделены такой же стойкостью. Но из этого вытекало, что среди миллиардов людей встретить таких уникумов было почти невозможно. Их было трудно найти. Попытки Омега-0 найти их и завербовать их как союзников потерпели неудачу. Они не выглядели особенными и не вели себя иначе, чем другие. Не было сигнальной ракеты, которая взлетала бы вверх. Возможно, все они были мертвы. Вполне возможно, что Адам Уиллер был единственным из них, оставшимся во всем мире. Но он был. Он был жив. «Я вижу его». Уиллер не ответила. «Я вытащу его оттуда», – сказала Уллерих. Ее живот сводило от одной мысли о попытке это сделать. «Я приведу его к тебе». Уиллер не ответила. Шесть оригинальных связанных слов выдавили из нее все соки. Она была безумно разочарована тем, насколько неспособной она стала. Она чувствовала, как будто она была зажата под огромным свинцовым блоком памяти. Больно думать. Больно существовать. Способность Уллерих взаимодействовать с физической Вселенной была чрезвычайно ограничена. Другие оперативники Омега-0 могли создавать полтергейскую деятельность, меняя температуру в комнатах и разбрасывая мебель. Но она не была специалистом такого рода. Помимо способности звонить на телефоны и писать на стенах, она мало что могла. Эти способности вряд ли могли подтолкнуть Адама Уиллера в нужном направлении. Простые слова никогда не дойдут до него. Об этом мужчине даже нельзя было сказать, что он в сознании. Что могла делать Уллерих, так это то, что оперативная группа называла нарушением личности. Она могла вмешиваться во внутренние механизмы живых разумов, чтобы достичь цели. Обычно во врага. Обычно умственный эквивалент тупой травмы с летальным исходом. Но она могла действовать и с хирургической точностью, если это было необходимо. Операция на Адаме Уиллере была сложной и трудоемкой. Его разум был жестким, и он постоянно омывался радиоактивным присутствием SCP-3125. Уллерих резала, а затем ждала, пока разум Уиллера самовосстановится. Что занимало несколько дней. А затем она снова резала. Метафора с семенем очень хорошо подходила к ситуации. Операция напоминала ей уход за растением. Как минимум, вся процедура заняла недели в реальном времени. Терпение, необходимое для того, чтобы по несколько дней к нему не притрагиваться, было почти нечеловеческим. Уиллер ничего не говорила в то время. Она сохраняла энергию. Казалось, слова, что она может произнести, сочтены, и произнесение каждого из них приближало ее на дюйма ближе к концу. Она должна была ждать. Он будет здесь. Скоро. Теперь Уллерих наблюдает с большого абстрактного расстояния, пока Адам Уиллер складывается. Мэрион Уиллер мертва. Наконец, по-настоящему мертва. И разум Адама Уиллера разрывается. Это ужасное и невероятное зрелище. Даже того, что он побывал в пасте 31-25 и вернулся обратно, было недостаточно, чтобы навсегда сломать его. И вот нашелся верный способ. Способ нанести по Адаму Уиллеру такой удар, чтобы он никогда не оправился. Показать ему жену-развалину, почти овоща. И подгадать это к моменту ее смерти. Уллерих пишет на доске. В стороне, чтобы не испортить образ Мэрион другим почерком. Мне жаль. Мне очень жаль. Адам, пожалуйста, вернитесь к телефону. Мне нужна ваша помощь. Адам валится на пол и отключается от всего мира. Он не слышит того, как Уллерих пытается позвонить на другой офисный телефон. Тот, что на другом столе. Она тоже сейчас умирает. Она и Мэрион поддерживали друг друга как могли, но дальше обрыв. У нее остались, наверное, часы. Ладно. Говорит она, ни к кому не обращаясь. Больше не к кому обращаться. Она закатывает образные рукава. Это не будет слишком сложным для нее. Ожившие воспоминания Адама Уиллера о его жене сияют внутри него. И, по краю, она видит слабый шрам, где они были стерты в первый раз. У нее лучшая точка зрения. Она может сделать чище, более долговременную работу. Это будет больно. Так же, как и тогда. Она мне нужна. Говорит Адам. Он все еще лицом вниз. Не забирай ее, пожалуйста. Уллерих пишет. Вам нужно спасти мир. Больше никого не осталось. Адам не поднимает глаз, но говорит. К черту, мир. Пусть горит огнем. Он выздоравливает во второй раз. Он в порядке. Оптимистичный и решительный. Готовый действовать. Она объясняет все, что может. Односложно, просто ключевые слова. Фонд, отдел антимеметики, ситуация, цель. Он принимает все это на удивление хорошо. Он задает разумные последующие вопросы, что всегда является положительным знаком. Это нить памяти, которая поддерживала вас. Разве я не считаюсь? Я буду помнить вас. Ваша память может быть достаточно сильной. Но вы просто недостаточно хорошо меня знаете. Это прискорбно. Уиллерих подробно рассказывает ему, как найти зону 41. Путь будет очень неблизким. А поскольку Уиллеру придется избегать населенных пунктов, он станет и того длиннее. Она описывает антимеметический покров, который скрывает зону 41 и большинство других зон фонда. Покров, о абсолютной непроницаемости которого на личном опыте знают она и остальные омега-ноль. Покров, сквозь который Уиллер может пройти, если подготовится. Она предупреждает его о безумных ураганоподобных аномалиях и безжалостных сборищах нелюдей, одержимых SCP-3125. Она описывает несколько методов, чтобы избежать их внимания. Она решает не высказывать свою личную надежду на то, что будучи недавно сбежавшим изнутри SCP-3125, Уиллер все еще будет пахнуть им и сможет пройти. Она не хочет, чтобы он стал самонадеянным и неосторожным. Она объясняет основные навыки выживания. «Идти пешком, делать ночевки», — говорит Уиллер. Тем не менее, он никогда не путешествовал пешком и не разбивал лагерь в оккупированном чужом мире. Он никогда не ходил месяцами без электричества и водопровода. Выясняется, что им есть о чем поговорить. Они достаточно долго разговаривали по телефону, и Адам замечает, что красное солнце за окном кабинета не движется. Оно не встает. Оно не садится. «Мир либо перестал вращаться полностью, либо там что-то висит. И это не солнце». «Неизвестно», — приходится ответить Уиллерих. «Существовал фонд, который мог бы ответить на этот вопрос». «Похоже, этот фонд искренне действовал в интересах всего мира». На небесах Уиллерих слабо смеется. «Фонд никогда не был так прост». «Мисс Уиллерих, я чувствую, что у нас двоих заканчивается время». «Да». «Сложившиеся против вас обстоятельства были ужасающими. Но вы спасли мне жизнь. И обстоятельства не в мою пользу, в общем-то, все еще кошмарные. Но благодаря вам будет куда проще. Я сделаю все, что смогу. Я буду помнить вас, даже если это не имеет значения». «Убейте эту штуку, мистер Уиллер. Когда у вас будет такая возможность, не колебайтесь». «Ага». И в то же время кто-то позади Уиллерих резко смеется. Один раз. Она поворачивается. За ней мужчина, стоящий вместе с ней в ноосфере. Тощий молодой человек с ужасным оскалом во весь рот. Он молча и взволнованно ждал неизвестное количество времени, чтобы Уиллерих заметила его. И теперь, когда она заметила, он получил все, что только мог хотеть от ее реакции. Порыв восхитительного ужаса и тревоги. Затем он обрывает ее, убивая ее мгновенно прежде, чем она смогла бы произнести один слог от предупреждения Уиллеру. Уиллер ничего не слышал. Слабый щелчок, а затем гудок. Он вешает трубку. КОНЕЦ КОНЕЦ